Добро пожаловать в Warface, братишка! 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 Но и выражается тут всё в том, что это штурмовая винтовка укороченная, у которой дальний хэдшот с глушителем не режется урон, а это в свою очередь даёт нам незаметность. Возможно, многие сейчас не поймут, о чём я говорю, но вспомните, что было в своё время с так называемыми бесшумками. Да, мягкие ботиночки! Когда их разрешили по Open Soup, то многие киберкотлеты обзвыли, обзвыли они потому, что не было слышно шагов. И вот в какой-то степени эта ситуация схожа с ситуацией АМБ-17. Поскольку нет никаких сомнений, что эта пушка будет разрешена по Open Soup, вангую, что многие наши капитаны Динго использовать будут именно её. Я думаю, даже без вариантов большинство пересядет на АМБ-17. И вот тогда все остальные, соответственно не инженеры, взвоют. Потому что, понимаете, игрок привыкает, особенно опытный игрок, смотреть так в бок на радар. И по нему, в том числе, определять, где находятся противники. И даже самая профессиональная инфа, в стиле там, этот пацан на сквейке, этот на панике и так далее, это инфа относительная. А когда ты видишь радар и видишь, как точки по ней двигаются, ты готов покорять весь мир. Но как только такого преимущества, такой возможности тебя лишают, ты начинаешь себя чувствовать менее уютно. Я не думаю, что это будет прям большой проблемой. В конце концов, в своё время был Ханни Бэджер, хотя он, конечно, был не таким нагибным. Даже и рядом не стоял по тому балансу. Но АМБ-17 заставит у многих киберкотлет пердачок-то полыхнуть. Я в этом даже не сомневаюсь. Но стоит ли овчинка выделиться? Зачем АМБ, когда есть обычная АМ-17? А вот тут, капитан, очевидность вопрос очень хороший. Слушай, действительно, а стоит ли, извините меня, АМ-ка есть, у кого-то Крис Супер Вэд Кастом есть. И тут какая-то АМБ-17. Скажу вам, друзья, честно. Вот просто как я думаю. Честно. Абсолютному большинству игроков не стоит. И сейчас объясню почему. Дело в том, что большинство игроков в нашей игре, да, они, наверное, в любой другой игре, это, собственно говоря, мультиклассы. То есть люди играют и штурмуряком, и инженером, и медиком, и снайпером иногда. У некоторых, конечно, есть предпочтение, они играют каким-то классом больше, чем другие. Но в основном, я вот сколько с людьми общаюсь в этой игре, и большинство людей, за исключением киберкотлет и некоторых фанатов одного класса, в основном все играют всеми и выбивают донат на всех. И вот дабы лишний раз не тратить бабки, потому что вы выбьете, толком долго с ней играть не будете, потом выбьете донат на другой класс, и вы с ним не будете. Вот просто брать надо то, что реально является революционным, с чем-то новым. Понимаете, это как в свое время переход, скажем, с ACR CQB, с Кар Эла к Скорпион Эва. То есть, понимаете, это качественно новый уровень. Ваншот голову, нагиб, инженер выходит как бы, да, на новые рубежи, сука, баланс наступает. Ну или переход там от Сускона на Акилтек и Чапу. То есть, если один из этих двух дробовиков есть, все нормально, ты в балансе, ты топовый пацан. А вот выбивать АМБ-17 за место АМ-17, ну честно, то есть, ребят, большинству это не нужно. Но при этом, это офигенная идея, и я ее одобряю, для тех, кто много играет инженером. То есть, человек прям задротит инженером, он может играть в каком там РМ-клане, и он постоянно инжом катает, либо он просто любит этот класс. Ну, киберкослеты ничего не будут говорить, там само собой, это по-любому. То АМБ-17 действительно имеет смысл. Если вы прям много играете инжом, или играете там только двумя классами штурм инж схожими, да, то АМБ-17, ребят, ну честно, я бы предпочел ее, а не АМ-17. Во-первых, все, что я описал выше, то есть, это делает вас, ее глушитель делает вас невидимым на радаре. И понимаете, это все сказывается. С одной стороны, глушитель еще так воздействует на звук, а в Warface, напомню, звук, как и в большинстве, особенно старых шутеров, как и в КС-ке, кстати, позиционируется, ну так, очень относительно. То есть, в основном тут стерео работает, тут реально какого-то объемного хорошего звука нет, как и в большинстве игр. И вот глушитель имеет такой эффект, что когда ты используешь глушитель в Warface, то не всегда противник часто может ошибаться в отношении того, откуда этот самый звук идет в твоих выстрелах. Это второй плюс. То есть, невидимость на радаре, и сложнее противнику по звуку ориентироваться, откуда именно, из какого угла, с какой стороны в него стреляют. И, казалось бы, вроде как это немножко. Но на самом деле, ни хрена не немножко, потому что даже играя какие-нибудь паблики, ангары те же, ты можешь просто выйти противником в спину, как я, кстати, на этой нарезке пару раз, и просто всех перестрелять. Если ты выйдешь с АМ-кой, с пламегасом, с крисом, то есть, ты возьмешь пушку, на которой эффективнее использовать пламегас. Ну, блин, сколько бы ты ни играл с глушителем, чаще всего все-таки ты понимаешь, что что-то не хватает у пушки, если у нее глушак не встроенный. И вот если ты идешь с такой пушкой, с пламегасом, ты выходишь в спину, ты убиваешь одного второго, третий повернется. Третий по-любому повернется и начнет тебе стрелять. Поэтому зайти и со спины сделать мозголом тупо, когда противники тебя вообще не видят, не вдупляют, с пламегасом намного, просто вот колоссально намного тяжелее. А с глушителем ты можешь себе это позволить, потому что во время каких-то таких баталий там, на каком штурме, или даже на подрыве где-нибудь там, перестрелка идет, несколько человек одновременно стреляются, что-то происходит, что-то взрывается, на фоне всех этих звуков глушитель слышно намного хуже, нежели выстрелы с пламегасом, либо вообще без модулей. Таким образом, ты как бы замаскирован. Никто не может понять, где ты. Многие вообще могут тебя не заметить по этим звукам. И еще тебя не видно на радаре. Соответственно, можно просто расстреливать, стоя почти в упор сзади. Вся твоя речь сводится, по сути, только к одному. Ты долбаная крыса. Капитан, очевидно, не крыса, а тактик. То есть мой ответ четкий. Четкий без всяких этих. Если вы инженер или играете очень много этим классом часто, да, АМБ-17 однозначно для вас будет лучше, чем АМ-17. Если вы не играете часто инженером, играете всем подряд и так, и сяк, и по-всякому, то, в принципе, вот какой-то колоссальной разницы по сравнению с АМ-17, я думаю, если честно, вы не почувствуете. Остался у меня самый главный вопрос. А нахрен вообще, что АМ-17, что АМБ-17, когда есть СИГ-МПХ? Вот тут ты, Капитан Очевидность, прав. Никуда не денешься. Есть в игре такая пушка, балансная, кстати, как говорят наши админы, она скиловая, говорят. Это СИГ-МПХ. Про АМПХ тоже говорят, что АМБа. Ну, тут можно спорить вечно. Но АМПХ она тоже скиловая. Что? Но АМПХ она тоже скиловая. И СИГ-МПХ это то, что если у тебя он есть, в принципе, то АМ-17 и АМБ-17 тебе не нужны, потому что СИГ-МПХ это дисбаланс. Вот прям чёткий. Кстати, мне многие пишут под моим обзором СИГ-МПХ, типа, Рокутагин, что ты скажешь теперь? А мне не надо ничего теперь говорить. Когда я СИГ-МПХ обзор на него делал, это была, в принципе, хламопушка с низкими множителями. То есть в нём ничего особенного тогда не было. И вот тут же на ПТС ему скрытые множители ему апнули, руки, ноги, тело. И всё, и он стал имбой. А так часто бывает. Пушку водят. Ну, не часто, но бывает порой. Пушку водят. Да, ничего, ни туда, ни сюда. Хуяк, добрый вечер. Всё, смотри, прямо делают. Могучую такую убер-машину. То же самое случилось с СИГом. Но, должен вам сказать, друзья, у меня есть инсайт-информация. Человек просил не разглашать его имя. Но инсайт-информация такая, что, собственно говоря, СИГ-МПХ имбой быть перестанет. И перестанет он очень интересным способом. Дело в том, что я не буду раскрывать сейчас все подробности, вы увидите. А потом вспомните. Не бойтесь говорить, что Рокутагин балабол. Это я вам сказал, вы будете знать. Будут говорить, что я с вами. Да. Короче, в игру ведут новый тип брони. Целую серию. Может, вообще всю броню переделают. И сделают таким образом, что СИГ-МПХ не будет имбой. Он будет, ну, скорее всего, так себе, обычной пушкой. И многие другие пушки именно таким образом перебалансируют. И особенностью этой брони, её гибкостью, будет то, что броня каждого класса, каждый отдельный комплект и так далее, будет давать определённую защиту от разных видов вооружений. Понимаете, да? То есть не будет такого, как сейчас там 50 очков брони сверху и так далее, там минус 10 за попадание. И, соответственно, если разработчики захотят какую-то пушку сбалансировать, они просто ведут, например, такой параметр, что защита от пистолет-пулемётов при попадании в руки такая-то, допустим. Но это теоретически. Будет так, нет, я не знаю. Но вот такая информация от одного из людей, который работает над нашей игрой, у меня есть. Он со мной, скажем так. По секрету поделился, называть я его не буду, но вот такая информация. То есть не исключено, что до конца 20-го или 21-м году у нас в игре, собственно говоря, игроков не останется. Шутка, нет. Короче, да, ведут такую броню. Хорошо это или плохо, мы с ним поспорили, мы с ним пообщались. В общем, они сами пока не знают, и чётко решение не принято. Но то, что СИГ-МПХ не будет навсегда имбой, просто это учтите. И вообще, блин, не о нём разговор идёт, а об МБ-17. Блин, как ты вообще, сука, как всегда, всё испортил. Пришёл, блин, мозги мне загрузил своим СИГом. В жопу его, в жопу этот СИГ, сука. В принципе, нахер он не нужен. Так, чё я хотел вам сказать. Вот такая у меня, такие впечатления. Поставил я, ну, сколько? 12 мозголомов, короче, с неё там, доминатор один, ну, это всё вместе, если считать. Ещё будет пару видосов, один точно, один точно, вот один точно будет видос про эту пушку. Мы на РМе с ней поиграем. Разработчики, я не понимаю, почему ПТСа не было, чё за фигня, видать, чё-то у них не работает. Но я надеюсь, что, как бы, в следующий раз будет всё нормально. Ну вот, СНОПу до сих пор не попробовал. Ну, придётся с программой бонусов брать. А в целом, так или иначе, я надеюсь, что данный обзор вам понравился. Кто-то из вас ориентируется, выбьет эту пушку, если вы инженер профильный. Кто-то, если, как бы, немножко тем, немножко этим классом, сэкономит деньги. Потому что, в принципе, всю прелесть и всю мощь, так сказать, превосходство над АМ-кой или Крисом почувствует тот человек, который постоянно играет инженером. И, кстати, подчеркну, очень хорошо почувствует пабликмены, которые, вот, как раз часто из-за радара-то имрут. Вот. Ну, а так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, боже, я знаю, да нету таких, но всё-таки, то ставьте лайки, пожелания. Лайки, да, я кискал. Ну, очень важно. Лайки ставим, по желанию, яйки чушим обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесал, на СИК-МПХ установили глушитель, который не режет урон, и он стреляет автоматически. Да. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...